Субтитры сделал DimaTorzok Видимо, карта. Причин у этой проблемы несколько, и я начну их перечислять в порядке возрастания уровня жопы. То есть чем дальше, тем более сложным и дорогостоящим будет для тебя ремонт. То есть в более глубокую жопу ты попал. Соответственно, первый и самый лайтовый способ, особенно если вылезает ошибка что-то вроде к графической плате не подключен монитор, заключается в том, что ты тупо воткнул кабель не втуда. На большинстве компьютеров есть встроенная видеокарта, как правило от Intel, но сейчас еще и AMD бывает, и разъемы этой видеокарты выходят прямо на материнскую плату. То есть они расположены рядом с звуком, клавиатурой, USB и прочими разъемами на задней части компьютера. В то же время как дискретная видеокарта стоит дискретно, то есть отдельно. Как правило где-то сбоку там в слотах. Соответственно тебе нужно подключить монитор именно в нее. Перед тем как будешь ковыряться вообще с компьютатором, его нужно выдернуть из розетки, и еще выдернуть из розетки монитор, активные колонки, принтер и вообще все, что у тебя к компьютатору подключено. Это нужно для того, чтобы случайно что-нибудь не спалить разностью потанцевалов, остаточным электричеством и так далее. Если вдруг ты пытаешься подключить свой монитор во встройку вместо дискретки, потому что у тебя монитор говно, у которого какой-нибудь VGA разъем, которого тупо нету на твоей видеокарте, то это не ко мне, это к доктору. Но можешь попробовать воспользоваться всякими переходниками, качество будет говно, проблем будет куча, переходник придется долго выбирать, но тем не менее говномонитор можно будет завести в большинстве случаев. Картинка будет говеная только на переходнике с цифры на аналог, то есть на VGA. Если речь о DVI на HDMI, то эти оба стандарта цифровых, они меж собой электрически совместимы, и картинка должна быть одинаковая, что с переходником, что без. Ну и стоит, наверное, сказать, что вот такие переходники с DVI на VGA работают в исключительных случаях, если в этот самый DVI внутри видяхи производитель развел этот самый VGA. Это исчезающий редкий случай, поэтому тебе нужен активный переходник с HDMI на VGA. Современные активные переходники питаются прямо от разъема HDMI, и у них еще есть даже выход под звук, то есть они в принципе работают достаточно нормально, но там есть ограничения по герцовке. Больше 60 Гц в Full HD и больше чем Full HD на них не выжать никак. Но, наверное, для VGA мониторов это и не важно. Есть еще сходная проблема, когда на мониторе вылезает что-то типа нет сигнала, и связано это с тем, что работает одна видеокарта, а монитор подключен в другую. Не стоит путать с сообщением вне диапазона, это когда ты пытаешься выплюнуть разрешение, либо герцовку выше, чем твой монитор может показывать. Не стоит игнорировать и другое сообщение твоего монитора, а именно проверьте кабель, усираясь, что, блядь, у меня все с кабелем, заебись, блядь. Он может тупо выпасть из гнезда, потому что ты зацепил его, когда крутишься своей жирной жопой на стуле. Он мог перетереться, его мог перегрызть какой-нибудь домашний зверь, например, пушистый пидорас. У него могли погнуться или выпасть пины внутри разъема, в общем, с ним может много чего произойти. Поэтому попробуй взять, ну не знаю, у знакомых, например, другой кабель, заведомо рабочий, и проверить со своим монитором и со своим компутатором. Кстати, это не хуевый способ диагностики, подключить другой компутатор к твоему монитору, и твой компутатор к другому монитору, чтобы проверить, где, собственно говоря, проблема. Обязательно нужно проверять все это, особенно если ты используешь какие-нибудь говнопереходники, потому что проблема может быть в них, или в том, что видеокарта некорректно работает с таким переходником, переходники еще очень не любят нормально работать, если включен, либо наоборот отключен CSM-режим, то есть режим совместимости со всяким старым легося говном в биосе. И, возможно, нужно будет либо поменять переходник, либо, я не знаю, купить новый монитор, наконец-то. Следующая тоже более-менее лайтовая проблема заключается в том, что у тебя в биосе вместо дискретки выбрана встроенная видеокарта, и в биосе ее нужно просто переключить, то есть чтобы компутатор использовал именно внешнюю видеокарту. Собственно говоря, лайтовые проблемы на этом заканчиваются, и начинаются проблемы похардкорнее. Соответственно, первое, не устанавливается драйвер, либо пишет ошибка 43, либо она определяется как стандартный видеоадаптер, либо в диспетчере устройств напротив нее стоят восклицательные знаки. Естественно, без драйвера видеокарта не работает в полную мощность. Соответственно, что касается драйверов, особенно на ноутбуках с двойной графикой, то есть где есть встроенная карта, на которой ноутбук работает, когда нужно экономить батарейку, и дискретная для большей производительности, то есть для выигр. Соответственно, в случае с ноутбуком, как правило, речь идет об очень древней технологии переключения между этими двумя видеокартами. На NVD она называется Optimus, а на MUD просто называется переключаемая графика. Соответственно, для того, чтобы она заработала, нужны специфические драйвера, и в случае комбинации Intel плюс NVD сначала нужно обязательно поставить драйвера на встройку, то есть наш Intel. Кстати говоря, на настольных компьютаторах драйвера на встройку могут не устанавливаться, как раз потому что она в биосе отключена. Будет писать что-то типа оборудования не обнаружено, ее как раз нужно в биосе включить. Но речь сейчас не об этом. Значит, на ноутбуках обязательно нужно установить драйвера на встройку, и только потом устанавливать драйвера на дискретную видеокарту. Но есть проблема, а именно семерочка-говнерочка. Дело в том, что все вот эти попытки запустить двойную графику начались уже гораздо позже, чем вышла Windows 7. И Windows 7 так и не научилась толком с этой технологией работать. В отличие, например, от Windows 10, где двойная графика поддерживается из коробки, и в принципе можно одновременно использовать две видеокарты. Это, кстати, решает ту проблему с переходниками. То есть в этом случае монитор можно подключить во встройку, а изображение на него как бы внутри компьютера передавать с дискретной видеокарты. В Windows 10 такое возможно. Еще бывает проблема с подписью драйвера, и в этом случае в биосе нужно выключать Secure Boot. И еще бывает, когда твой ноут или железо было сделано минимум под Windows 8, или в случае срезанию вообще под Windows 10, а ты еблан семерочку пытаешься туда вкорячить. Соответственно, желательно, конечно, перейти на Windows 10. Но проблема с Windows 10 в том, что в ней не поддерживается достаточно большое количество совсем уж древних видеокарт. Они работают в режиме Legacy, то есть для них драйверов нет. А что касается NVD, например, то начиная с версии драйверов 396 для Windows 10, в ней не поддерживаются видеокарты Fermi. Куда, например, относится видеокарта NVIDIA 640? 640 это вообще забавная такая видеокарта, потому что она существовала в двух версиях. На базе архитектуры Киплер и на базе архитектуры Fermi. Соответственно, для того, чтобы продолжать использовать эти видеокарты в Windows 10, нужно ставить драйвера типа 395 версии, потому что в 396 они уже не поддерживаются. В Windows 7 иногда бывает такое, что вроде бы более новый драйвер стоит, и древняя видеокарта все равно работает, но связано это с тем, что NVD давно уже перестала обновлять драйвера для Windows 7, потому что эта система устарела. И уж тем более она не будет обновлять драйвера для допотопных видеокарт, которые она сама же сняла с поддержки. Соответственно, в драйверах для этих видеокарт под Windows 7 тупо меняется лишь версия драйвера. Больше не меняется ничего. То есть только циферки заменяют. Для поиска драйверов не рекомендуется пользоваться ленивками. Это Driver Pack Solution хуюшен, Driver Booster хуюстер. Весь подобный софт это по-е-бень. Лучше уж через Windows Update драйвера искать, потому что ты в душе не ебешь, что они там тебе устанавливают. В большинстве случаев предпочтительно искать драйвера вручную. Для ноутбуков можно попытаться поискать на сайтах Dell и Lenovo. Эти две компании дольше всего поддерживают свои ноутбуки. В случае анусов-хуянусов, можно попробовать брать драйвера под то же железо от других моделей ноутбуков Anus. Начать нужно с тех драйверов, которые есть на сайте производителя ноутбука, и если с ними все нормально, пробовать ставить другие драйвера. Официальные от Nvidia, либо от других ноутбуков. Соответственно, нужно разобраться с драйверами, и возможно видеокарта заработает. Но не факт. Если драйвера не устанавливаются ни в какую. Если видюха определяется как стандартный видеоадаптер. Если она артефачит и бессодит, то, скорее всего, у нее есть аппаратные проблемы. Как правило, это отвал чипа от перегрева. То есть, такую видеокарту нужно нести в ремонт. Без ремонта она не заработает. У тебя сломалась видеокарта, и именно поэтому она не может запуститься, и именно поэтому вываливается ошибка 43. То, что она показывает в режиме стандартного графического адаптера с очень низким разрешением, еще не говорит о том, что она исправна. Она просто хоть как-то показывает. Он поэтому и определяется как базовый видеоадаптер, потому что в нем исправны только самые базовые примитивные функции. Соответственно, такую видеокарту нужно нести в ремонт, ремонтировать, а потом сливать на авито, либо сразу выкидывать, потому что это все равно старое говно. Я бог ютуба. Лайк, подписка, бубенцы.